И всем привет, ребят, с Мистер Вайкисю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен итогам нашего Танка Фонда, подведениям итогов и ответу на вопрос, который интересует сейчас многих. И мне уже даже в личку начали писать об этой всей ситуации. Когда же будет начисление призов и когда же мы вместе с вами получим все призы с этого Танка Фонда? На все эти вопросы ответим в этом видеоролике. Ну а если вы ждали этот видос, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч токойнов. Для этого настройка в аккаунте Q, ставьте ему личный так. Так, тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего Танка Фонда, то он официально окончен. И окончен с цифрой 16 миллионов 681 тысяча 500 танкойнов. 2085 будет победителей Танка Фонда по 8 тысяч танкойнов. И общий фонд турнира набрал 227 с половиной тысяч рублей. Что для меня тоже очень и очень удивительно. С одной стороны, с другой стороны, приятно, что такие цифры дополнительного фонда турнира набирают именно сторона участвующих в танковом киберспорте. Именно эта сумма уйдет дополнительно к 300, вроде если не ошибаюсь, тысячам рублей. И то есть уже призовой фонд составит полмиллиона. Что выглядит уже куда более интереснее и куда более достойнее. Надеюсь, что в будущем эта тенденция будет тоже повторяться и будет только расти. Ну и в целом, очевидно, что Танка Фонд не набрал те цифры, которые я хотел бы видеть. Которые я планировал набрать в этом Танка Фонде. И планировал набрать и забрать определенные награды. Но в целом, наверное, на сегодняшний момент времени мы видим среднее отрицательное, наверное, значение. Которое, с одной стороны, окупает вашу покупку, если вы купили маленький спецпак. С другой стороны, в целом, мы не получили того, чего хотели. Но минимальный окуп вроде как присутствует. Да, с точки зрения того, что мы получили несколько устройств. Ультраконтейнеры, недельные контейнеры. Плюс обычные контейнеры. Там какое-то количество припасов. Ну и там слот, условно, у кого его не было, тот тоже его смог получить. Ну и кризис, у кого не было, тоже смог получить. То есть для меня, в принципе, главный тут акцент это два новых устройства. Не сказать, что они, конечно, супер имбовые, либо какие-то необычные. Но в любом случае, их надо было бы выбивать откуда-то потом из каких-то контейнеров. Ну и плюс дополнительные контейнеры. То есть минимальное значение, которое мы могли бы получить с элитного пропуска. Мы просто получили здесь. И плюс имеем шанс участвовать в розыгрыше танкоинов. Если в них еще на каких-то аккаунтах мне повезет и я получу танкоины дополнительные, то в принципе, ну тогда я скажу, что вообще все выглядит очень и очень неплохо. Но в любом случае, это не те цифры, которые хотелось бы видеть в танкофондах. Особенно в таких танкофондах, в которых есть большое количество хороших и ценных призов. Но имеем то, что имеем. Ну и главный вопрос, который интересует всех, да, когда же будут выданы призы, когда будет начисление. Ради этого дела я открыл регламент конкурса, который можете открыть и сами вы, и прочитать все условия, которые есть в этом танкофонде. Но для меня лично главное было узнать, когда будет начисление призов. И эта информация находится прямо вот здесь. Вот сроки проведения конкурса и его структуры. Общий срок проведения конкурса период с 7 по 5 июля, то есть сегодня он уже закончился с утра. И награждение победитель танкоинового фонда состоится 8 июля. То есть и танкоины будут распределены и разыграны 8 июля. И 8 июля будут выданы все награды с этого замечательного танкофонда. То есть по сути нам еще надо будет подождать пару-тройку дней до понедельника. И только тогда мы вместе с вами сможем получить все эти самые замечательные наградочки. Да, то есть для этого всего еще нужно будет немножечко подождать. В целом, наверное, это все, что нужно знать о танкофонде и о его итогах. Больше никакие, в принципе, информационки я здесь не смотрел. Ничего больше такого, наверное, сверхинтересного для меня нету. Ну и еще можно сказать то, что те ребята, которые купили бустер. Да, если вы, например, купили 10 бустеров, то у вас награда за 26 уровень. То есть вы получили 15 недельных здесь. Получили, что тут? Это уже картинки непрогруженные. То есть смока у вас есть. И что тут на 25 уровне было? Устройство. Ой, тут, наверное, скин, да, был? На 25. Нет, скин здесь. Здесь скин. А что тут? А, здесь, наверное, этот скин-контейнер, да? На 25 скин-контейнер. То есть, ну, у вас есть возможность, значит, забрать скин-контейнер, гиперскоростную смоку. Ну, в принципе, вот гиперскоростная смока, я считаю, что это вот прям та награда, которая была бы очень сильно интересна. Ну и твинс GT. Мамонта GT, к сожалению, не добрались даже с бустерами. Его забрать нельзя на сегодняшний момент времени. И никто его не сможет получить. Хотя были ребята, которые хотели получить вот исключительно мамонт GT. До мамонта GT дойти, но даже с таким большим количеством бустеров его получить не было возможно с этого танка Фонда. Пишите, что вы думаете по поводу этого танка Фонда. Считаете ли вы его провальным, либо умеренно нейтральным, да? С точки зрения получения призов. В целом, ситуация могла быть, с одной стороны, еще хуже, с другой стороны, могла быть значительно лучше. Но хотя бы вот эти вот 30 ультра мы забрали. Я думал, что даже до 30 этих ультра мы не дойдем. Останемся на 15 миллионах. Были ребята, можно сказать, которые с первого дня только в танка Фонда уже под видеороликом. В первый же день, когда я спрашивал, сколько наберет танка Фонда, говорили о том, что танка Фонда наберет 16 миллионов. И в тот самый день я ни на секунду не мог подумать о том, что это будет реальностью, что танка Фонда наберет 16 миллионов. Но такие ребята были. Как минимум Лобанчик, который угадал 16. Но были еще ребята, точно я помню, что такие были, не помню только никнеймов. Но в любом случае, вы можете официально сказать, что вы самые жесткие прогнозисты танка Фондов. Но я, в свою очередь, в очередной раз оказался неправ. Думаю, что такой танка Фонд точно должен набирать значительно большие значения по танкой. Поэтому пишите все свои мысли. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.